Это не похоже на обычный урок литературы. Сделать знакомство школьников с великими русскими писателями гораздо увлекательнее решили сотрудники историко-культурного центра. И если раньше мы с трехлетнего возраста могли цитировать известные произведения, то сейчас ситуация изменилась. Должна сказать, что очень редко дети могут наизусть что-то процитировать. Вот мое поколение помнило это все, у нас отскакивало от зубов. Сейчас такой ситуации нет, я, насколько могу, стараюсь ее как-то переломить. Переломить ситуацию помогает особенный подход к подаче информации. Самый понятный детям – игровой. Именно так решили изучать творчество знаменитого детского писателя Корнея Ивановича Чуковского с учениками первого класса второй школы. Всего за час школьники узнали о жизни автора, его произведениях и даже смогли проанализировать полученную информацию. Я не представляю, как можно всю свою жизнь посвятить книгам для детей. Я думаю, что это большой подвиг. В 1957 году Корнея Чуковский открыл детскую библиотеку в поселке Переделкино, которая сейчас является филиалом централизованной библиотечной системы Ленинского района. Он любил детей, а они отвечали ему взаимностью. До сих пор зачитываются произведениями поэта, такими на их взгляд забавными, но в то же время поучительными. Первоклассник Федя, например, увлекся Майдадыром. Мне нравится Майдадыр. Почему? Потому что там мальчик, там его учат. Мне нравится, когда кого-то учат. Потому что он не мылся и не умывался. А сам ты прилежный мальчик? Да. Следующим этапом погружения в мир литературы у первоклассник будет знакомство со сказками матушки Гусыни, которые дети могут прочитать благодаря переводам Корнея Чуковского на русский язык. Юлия Погосян, Олег Литвинов, Екатерина Чернышева, ФИДНЕТВ.